Так, мы продолжаем вторую лекцию. У нас остался довольно большой кусок материала, поэтому сейчас будет лекция номер два. Как закончим, начнется третья лекция. Насколько я помню, мы в прошлый раз остановились на определении направления протекания химической реакции в соответствии с изотермой Ван Гоффе. Я не помню, написал, обозвал я ее или нет. Давайте ее заново напишем. Значит, у нас появилась такая величина, как дельта G, которая есть производная, по определению, есть производная потенциала гипса системы по химической переменной, то есть по превышению количества элементарных актов превращения по направлению реакции, то есть в том виде, в котором она записана слева направо, над количеством элементарных актов против направления, то есть справа налево. Ну, понятно, при постоянном температуре и давлении. Вот, и она оказалась равной стандартному потенциалу гипса дельта G нулевое плюс R, T. У нас там была константа Больсмана, я напомню. Если мы хотим считать на моль вещества, то константа Больсмана превращается в универсальную газовую постоянную. Ну, то есть левую и правую часть просто домножаем на число Вагандра. Значит, плюс R, T, логарифм. И здесь возникает от химических потенциалов комбинация. Значит, мольная доля компонента С в степени С, компонента Д в степени Д, компонента А в степени А и компонента Б в степени Б. То есть по знаку дельта G мы можем определять направление протекания химической реакции. Это направление, естественно, зависит не только от свойств самой реакции в целом, то есть от стандартного потенциала гипса, не только от температуры и давления, причем температура, вы видите, в явном виде сидит, но и, самое главное, от текущего состава смеси, то есть от мольных долей. И мы выяснили, что в равновесии дельта G равно нулю. Значит, вот эта вся комбинация, вот эта вся строчка называется изотерма Вангофа. Изотерма Вангофа. В равновесии мы выяснили, что дельта G равно нулю. Это означает, что состав смеси в этом состоянии, в состоянии химического равновесия, непроизвольный. Он определяется стандартным потенциалом гипса и температурой. То есть равновесные мольные доли удовлетворяют соотношению. Значит, давайте обозначим, ну, давайте сначала перепишем, значит, хc равновесная в степени c, хd равновесная в степени d, хa равновесная в степени a, хb равновесная в степени b. Равновесность параметра я обозначаю индексом e от слова эквилибриум, равновесием. Эта комбинация, давайте ее обозначим буквой k, называется константой равновесия. Она вам знакома еще с первого курса, может, еще со школы. Называется константой равновесия. Она, естественно, зависит от тех же самых параметров, которые у нас фигурировали в изотерме Вангофа. То есть это температура, как минимум, здесь. Ну и, вообще говоря, давление, потому что стандартные значения потенциала гипса зависят от давления t и p. Вот. И это равно, соответственно, e в степени минус дельта g, стандартная, делена на rt. Ну или, другими словами, дельта g, стандартная, равно минус rt логарифм k. Сразу обращаю внимание, иногда, довольно даже часто, в том числе и в учебниках даже, особенно в школьных, потому что там особо не следят за нюансами, опускают вот этот вот индекс нолик, вот здесь вот. И пишут просто дельта g равно минус rt логарифм k. Я хочу вас предостеречь от такой записи. Это категорически неверная запись, потому что дельта g и дельта g 0 – это абсолютно, вообще говоря, разные величины. Они берутся в разных состояниях. Дельта g нулевое – это в стандартном состоянии, а дельта g, ну, в каком-то текущем. Дельта g может быть разных знаков, определяется составом смеси. Дельта g 0 – это справочная табличная величина, и от текущего состава, вообще говоря, не зависит. Определяется только выбранным стандартным состоянием. Так, вот мы назвали константу равновесия. Значит, это мы определили фактически для идеально разбавленных, либо совершенных растворов. Значит, это у нас для идеально разбавленных, либо совершенных растворов. Мы помним, что если у нас раствор предельно разбавленный, причем наблюдается асимметрия по выбору стандартного состояния растворителя растворенного вещества, мы такой раствор называли идеальным, и тогда вместо мольных долей мы можем писать малярные концентрации. Поэтому на практике, поскольку на практике обычно имеют дело именно с такими растворами, и справочные стандартные величины табулированы именно в таких предположениях, на практике применяют константу равновесия, выраженную через малярные концентрации. Давайте ее на всякий случай напишем. Чтобы их различать, на самом деле они не одинаковые, конечно, давайте вот эту каштрих назовем, чтобы они были, вообще говоря, различны. Она тоже зависит от температуры и давления. Значит, это будет тоже самая комбинация, только вместо мольных долей у нас будет фигурировать малярная концентрация. Значит, малярная концентрация С равновесная в степени С, D равновесная в степени D, A равновесная в степени A, и B равновесная в степени B. Связь со стандартным потенциалом Гипса такая же, я не буду ее переписывать. Так, это то, что у нас осталось вот от пункта, который был на прошлой лекции. Значит, следующий пункт, я не помню, у нас окончание этого пункта был какой по номеру? Четвертый, по-моему, да? Пятый, у меня шестой. Четвертый, значит, следующий будет пятый. Давайте пятый пункт, давайте сюда. Следующий пункт у нас, это условия равновесия. Условия равновесия. Вот я уже говорил, такое прилагательное, как химическое равновесие, да, химическое равновесие. Есть на самом деле еще и другие равновесия, другие виды равновесия. Ну, давайте их рассмотрим. Их будет всего три штуки, и все их мы будем использовать через лекцию, когда будем рассматривать равновесные системы с двумя компонентами. Значит, условия равновесия. Первое условие равновесия, это будет условие термическое. Давайте так напишем. Определяется оно следующим образом. Мы уже помним, что приход к равновесию, то есть стремление к равновесию сопровождается возрастанием энтропии. Ну, представим себе, что у нас есть некоторая квазизамкнутая система. Выделим в ней две подсистемы, соответственно, пронумеруем их индексами 1 и 2. Можем сказать, что у нас ДС по ДТ, где С это суммарная энтропия всей системы, она в процессе должна не убывать. Я помню, что у меня энтропия является экстенсивной величиной, поэтому энтропия равна сумме энтропии каждой из подсистем ДС1 по ДТ, ДС2 по ДТ. И я перепишу теперь вот это вот равенство следующим образом. Я выделю в явном виде внутреннюю энергию. У меня будет уже частная производная ДС1 по ДУ1 и ДУ1 по ДТ. Я таким образом выделю внутреннюю энергию. И, соответственно, внутренняя энергия второй подсистемы будет ДС2 по ДТ. Есть. Ну, он слишком близко, да, наверное, незаметно. Есть он. ДС2 по ДУ2, ДУ2 по ДТ. Поскольку у меня по построению моя система исходная, она квазизамкнутая, это означает, что перетоки энергии возможны только между двумя этими подсистемами, первой и второй. Это значит, что суммарная энергия сохраняется, как мы помним, мы с первого начала термодинамики. А значит, ДУ2 по ДТ равно минус ДУ1 по ДТ. То есть, сколько одна система потеряла в единицу времени, столько вторая приобрела. И наоборот. Поэтому я ДУ1 по ДТ могу вынести за скобку. У меня получится ДС1 по ДУ1 минус ДС2 по Д. И здесь я могу снова заменить, ну, хотя ладно, пусть остается ДУ2. Нам главное, чтобы минус был. И остается ДУ1 по ДТ. И это должно быть больше нуля. Больше либо равно, причем равенство достигается в равновесии. Вспоминая первое начало термодинамики, объединенное первое, второе, точнее. ДУ равно Т ДС минус ПДВ. Я вижу, что ДС будет равно ДУ деленное на Т плюс там слагаемое с ДВ. При постоянном объеме у меня получается ДС по ДУ есть не что иное, как единица на Т. Ну, или ДУ по ДС равно просто Т. Я переворачиваю эту дорогу. Это означает, что вот здесь я могу заменить эту производную на единицу на Т1, то есть температуру первой подсистемы, а эту производную единицу на Т2, температуру второй подсистемы. И что получается? Получается, что если у меня два варианта есть, вот эти А и Б, если у меня Т1 больше, чем Т2, первая система у меня, первая подсистема у меня более нагрета. Это означает, что скобка у меня отрицательная. Вся эта скобка отрицательная. А значит, ДО1 по ДТ с неизбежностью тоже должно быть отрицательным. То есть более нагретая подсистема должна охлаждаться. ДО1 по ДТ меньше равно 0, как следствие. Следовательно, охлаждается более нагретая. Ну и симметрично противоположная ситуация. Если Т1 меньше чем Т2, то, ну, аналогично, ДО1 по ДТ больше равно 0. То есть охлаждается более нагретая подсистема, а нагревается менее нагретая подсистема. Ну, кажется таким очевидным, на самом деле, вот, мы это дело обосновали при помощи первого-второго начала термодинамики. В равновесии должно соблюдаться равенство 0, а значит, в равновесии, это будет случай В, он тут немножко не поместился, в конец его напишу, в равновесии Т1 равно Т2. То есть когда у нас ДС равно 0, ну, или ДС по ДТ равно 0. Энтерпия достигла своего максимума. Именно поэтому условие равновесия это термическое, да, то есть равенство температур. Второй пункт, второй тип равновесия механическое. Механическое равновесие. Рассмотрим все то же самое, все ту же самую конструкцию, только теперь будем писать уже энтропию, то есть изменение энтропии как функцию объема. Соответственно, у нас будет объем первой подсистемы, объем второй подсистемы. Ну, давайте мы привыкли уже к первой подсистеме. Итак, посчитаем вот такую производную. ДС по ДВ1. С это полная энтропия. То есть мы смотрим изменение энтропии с изменением объема первой подсистемы. Вообще говоря, здесь уже не будет такого же знака, как в первом случае, потому что в первом случае у нас было время. Переращение времени всегда положительное, а здесь превращение объема первой подсистемы может быть любого знака. Поэтому эта производная тоже может быть любого знака. Однако мы знаем, что в равновесии это должно быть 0, потому что энтропия достигла своего максимума. Ну, давайте распишем аналогичным образом. ДС1 по ДВ1. ДС2. И вообще говоря, я должен написать ДВ1, а теперь я сделаю тот же самый финт, который был в первом случае. Напишу ДВ2 и ДВ2 по ДВ1. Вот так. Что мне это дало? Это мне дало, что если моя система не совершает работу против внешнего давления, то есть объем системы постоянен, это означает, что суммарный объем первой по второй подсистемы постоянен, значит, ДВ1 и ДВ2 в сумме должны давать 0. Нулевое изменение суммарного объема системы. То есть вот эта вторая производная, третья в ряду, она просто равна минус 1. И это должно быть равно 0 в равновесии. Опять смотрим на объединенное первое и второе начало и видим, что у нас ДС по ДВ, это есть с плюсом П деленное на Т. То есть это у меня получается П1 деленное на Т1, а вот это вот, вот этот первый умножитель, П2 деленное на Т2. Поскольку у меня вот эта треть производная равна минус 1, значит, в равновесии П1 деленное на Т1 равно П2 на Т2. Ну, поскольку я уже выяснил, что при наступлении термического равновесия соблюдается равенство температур, значит, для механического равновесия будет равенство давления. Ну, это логично, потому что если бы у нас были неравны давления первой системы на вторую и второй на первую, то граница между ними просто механически куда-то перемещалась бы, в соответствии с силой, которая к ней приложена. А если есть перемещение границы между двумя подсистемами, о каком равновесии можно говорить? Там какой-то процесс происходит. Никакого равновесия тогда бы не было. Вот, это механическое равновесие, равенство давлений. Ну, наконец, третья ситуация, для нас самая важная, это химическое равновесие. Химическое равновесие, естественно, по отношению к изменению числа частиц. Аналогичным образом запишем ds, но уже теперь по dn1, где n1 число частиц в первой подсистеме. Действуя аналогично предыдущему случаю, получаем ds1 по dn1, ds2 по dn2, dn2 по dn1. Да, все верно. Аналогичным образом, если у меня система квазизамкнута, это означает, что сколько частиц первая подсистема потеряла, столько вторая приобрела. То есть, вот эта третья производная равна минус единице. Вспоминая, что вот учет изменения числа частиц обуславливает третья слагаемая вот здесь, μdn, видим, что химическое условие равновесие означает равенство отношений химпотенциалов. Значит, это давайте напишем равно нулю в равновесии, по аналогии здесь. То есть, μ1 деленное на t1 равно μ2 деленное на t2. Опять-таки, при наступлении термического равновесия выполняется равенство химических потенциалов. То есть, химический потенциал первой подсистемы должен быть равен химическому потенциалу второй подсистемы в состоянии равновесия. Это важное условие равновесия химическое, которое мы дальше будем использовать неоднократно. В том числе в электрохимии, то есть, не только в термодинамике, и в электрохимии, и в колдах. В общем, довольно много где. Ну да, то есть, температуры равны в термическом равновесии. Вообще говоря, эти все три вида равновесия, они не устанавливаются одновременно. У них есть характеристические какие-то времена установления. Но если мы пришли уже в конечное состояние равновесное, то они все три выполняются одновременно. Просто кто-то из них раньше наступает, кто-то позже. Вот, обычно там по давлению раньше, потом по температуре, потом только по химпотенциалу. Так, ну, характерный вариант там очень низкий, очень маленький, поэтому макроскопически мы это даже не замечаем. То есть, установить равновесие почти сразу в лабораторной практике, скажем так. Так, это у нас условия равновесия были. Это был пункт номер пять. Следующий пункт у нас номер шесть. Номер шесть. У нас константа равновесия, как мы помним, зависит от температуры и давления. Ну, давайте посмотрим, как она зависит от чего. Случай номер А температурная зависимость. Температурная зависимость константы К. Я перепишу соотношение между стандартным потенциалом гипса дельта Ж нулевое и константы равновесия минус РТ логарифм К. И я сразу запишу соотношение гипса Геленгольца для потенциала гипса, для связи потенциала гипса и энтальпии через температуру. Мы помним, что у нас H равно минус Т квадрат Д по ДТ от G деленное на Т. Это общее соотношение гипса Геленгольца выполняется, в общем-то, для любых подсистем. Ну, здесь при постоянном давлении, понятно. Видим, что если у нас, во-первых, мы можем применить вот это соотношение гипса Геленгольца к стандартным состояниям, а значит, мы можем спокойно сюда нолики дописать. Это будет стандартная энтальпия и стандартный потенциал гипса. Это пока еще не дельта Ж нуль. Дельта Ж нуль он станет тогда, когда я умножу, когда я запишу, точнее, вот эти соотношения для каждого из компонентов моей смеси, умножу на стихиометрические коэффициенты, возьму с плюсом продукты, с минусом реагенты и все это сложу. Поскольку у меня в левой части, очевидно, появится линейная комбинация дельта Ж нуль, стандартная, температура, она как бы меняется, ее можно будет вынести за скобку. Знак производный тоже можно вынести за скобку, мы тут не имеем дела ни с какими разрывными функциями и так далее. И единицу на Т опять-таки тоже можно вынести за скобку. Что это означает? Это означает, что в числителе у меня появится просто дельта Ж нулевое. Дельта Ж нулевое. Ну, здесь можно уже не писать вот это постоянное давление, понятно, что выбор стандартных условий уже зафиксировал нам давление. То есть, это как бы тавтология получается, нолик и П постоянное. Так, вот такое соотношение между стандартным потенциалом гипса какой-то реакции и стандартной энтальпией этой реакции. Теперь мы сюда можем подставить дельта Ж нулевое через константу равновесия и выяснить температурную зависимость. Давайте, значит, у нас получится минус Т квадрат Д по ДТ от минус Р Т ЛНК. Температура под знаком дифференциала сокращается, минус и минус даст мне плюс и получается следующее уравнение Д логарифм константа по ДТ при постоянном давлении равно дельта Н стандартная на Р Т квадрат. Вот такое равенство. Называется это равенство уравнения Вангофа. Не путать с изотермой, не путать с законом и с правилом. Это все разные вещи. Значит, у нас уравнение Вангофа. Оно показывает, что если реакция у нас, например, экзотермическая, значит, дельта Н для нее стандартная отрицательная, следовательно, константа равновесия будет убывать с ростом температуры. Противоположно, если у нас реакция эндотермическая, дельта Н положительная, значит, константа будет расти с ростом температуры. Так, это зависимость от температуры. Давайте теперь зависимость от давления. Это будет В, ой, В, В. Зависимость от давления для константы. Во-первых, сразу сделаю ремарку, константа равновесия газофазных реакций от давления, в общем-то, не зависит, ну, в силу их идеальности. Ну, или, по крайней мере, не зависит в той мере, в которой газы можно считать идеальными. Почему? Потому что, как вы вспомните, если вы откроете им потенциал идеального газа, вы увидите, что там мы уже выбрали стандартное давление равное одной атмосфере. И сами давления текущие, парциальные компоненты, они объединятся вместе в константу равновесия. Ну, а стандартное давление, оно, как выбрали, такое и есть. Поэтому от общего давления в смеси константа равновесия в газофазной реакции зависеть не будет. Не то же самое для реакции в растворах. Потому что, потому что вот здесь у нас возникал стандартный потенциал гипса, который был выбран при какой-то температуре, каком-то давлении, но в каком-то конкретном стандартном состоянии, который мы назвали стандартным состоянием компонента раствора. Как же выяснить температурную зависимость? Ну, очевидно, надо взять по аналогии с предыдущим пунктом, нужно взять производную по давлению. Давайте напишем сначала дифференциал потенциала гипса, DG, я так еще место оставлю, потому что сейчас я сюда дельта уже нулевое буду вносить, равно минус S DT плюс V DP. Так, не там места оставил немножко. То есть, я написал просто дифференциал потенциала гипса. Вы сюда поближе. Так, теперь аналогичным образом я умножаю на стихиметрические коэффициенты, беря с плюсом продукты, с минусом реагенты, здесь у меня опять линейная комбинация, дифференциалы я могу выносить за скобку, поэтому я могу написать, что D дельта G нулевое равно минус дельта S нулевое, это стандартная энтропия реакции, плюс дельта V нулевое на DP. Вот такое равенство у меня есть. Если я буду говорить, что у меня этот потенциал гипса не на одну молекулу и не для системы, а в расчете на одну молекулу, это парциальный, удельный потенциал гипса, то есть фактически это химпотенциал тот самый. Да, помним, что у нас вот химическая перемена здесь есть. То это означает, что здесь у меня тоже удельная, стандартная удельная энтропия и стандартный удельный объем. Ну, его иногда так вот буквой V фигурной такой пишут маленькой. S пишет маленькая буква S, но он на письме большую и маленькую букву S различить сложно. Поэтому я не буду исправлять. Так. И, значит, можем написать, что у нас D дельта G нулевое по DP это есть не что иное, как дельта V. То есть изменение стандартного малярного объема в реакции. вместо дельта G нулевое можем подставить константу равновесия. Значит, здесь у нас производная при постоянной температуре. Дельта G у нас это минус RT ЛНК. Значит, D по DP от минус RT логарифм константа. Минус RT можно вынести за скобку. Остается D логарифм K по DP это есть с минусом дельта V на RT. То есть, в принципе, вообще говоря, константа равновесия реакции в растворах она будет зависеть от давления. И такие опыты есть, которые измеряли зависимость ее от давления. Проводил их Брюнстед. Он выяснял, что на самом деле зависимость очень слабенькая и это понятно почему. У нас вот это вот изменение малярного объема. Во-первых, сами малярные объемы компонентов малы по сравнению с теми же объемами, которые были бы, если бы мы испарили всю нашу смесь. То есть, представим себе, что наша смесь представляет собой идеальный газ и можем написать тогда уровни состояния идеального газа. Это P на малярный объем равно RT. Так. Мы знаем, что у нас плотность растворов гораздо больше, чем плотность идеальных, плотность газов в обычных условиях, при одной атмосфере, в обычной лабораторной практике. Это означает, что малярный объем каждого из компонентов во-первых, гораздо меньше. Во-первых, возьмем стандартное давление. P0 – это одна атмосфера. Нолики немножко антисимметрично получились, но понятно, о чем речь. То есть, во-первых, у нас V0 для растворов, давайте так обозначим явно в виде, он гораздо меньше, чем RT, деленное на P0. Так, ладно, 0 как раз начал снизить, писать. Пусть будет снизить. То есть, у нас малярный объем каждого из компонентов, во-первых, гораздо меньше, чем RT на P0, а во-вторых, дельта, то есть, изменение этого малярного объема в процессе реакции в растворах, она уж точно будет гораздо меньше. Поэтому, если я, например, здесь в явном виде P0 выделю, здесь P0 и здесь P0. P0 – одна атмосфера. Вот это число P0 на дельта V0, деленное на RT, это число гораздо меньше единицы для реакции в растворах. Поэтому обычно говорят, что константа равновесия реакции в растворах не зависит от давления, зависит только от температуры, ну, в соответствии с уравнением Ван Гоффа. То есть, почти не зависит, я так напишу. Хотя, есть опыты, которые вот исследуют эту зависимость, она там какая-то очень маленькая, там в пятом знаке после запятой начинается изменение константы при увеличении давления там до 20 атмосфер. То есть, это довольно так значительное давление, а изменение там совершенно ничтожное. Так, это то, что касается в зависимости от температуры и от давления. У нас остался еще один, точнее, два блока, связанные с применением константа равновесия и выводом иногда некоторых фактов, которые вы уже знали, некоторых новых. Значит, первый пункт, это самый простой, это закон разбавления оствольдом. Какой у нас пункт? Седьмой, да? Да, вроде шестой, седьмой. Седьмой. Значит, закон разбавления оствольдом. Ну, это простейший закон, который иллюстрирует применение константа равновесия конкретно ситуации. То есть, берется слабое, раствор слабой кислоты, допустим, одноосновная для простоты. Она у нас диссоциирует с отщеплением протона. Протон там, на самом деле, гидротируется, но я не буду писать гидроксоний, понятно, что имеется в виду. Записывается константа равновесия для такой реакции, при этом мы сразу предполагаем, что раствор идеальный, то есть, у нас специальным образом выбраны стандартные условия для растворителя и растворенных веществ. Растворенные вещества образуют идеально разбавленный раствор, занимает почти весь объем системы. То есть, для него стандартное состояние – это с активностью равна единице. Тогда константу можно переписать через концентрации. Вот в таком виде. Индекс равновесности, индекс Е, я уже не пишу, понятно, что дальше будет речь идти только о равновесных концентрациях. Если мы ведем степень диссоциации как долю молекул кислоты, испытавших диссоциацию, то есть отщепление протона, тогда у нас концентрация не диссоциировавшей кислоты будет равна единице минус альфа на С, где С – это исходная концентрация кислоты в системе. Концентрация диссоциатов, соответственно, альфа С и альфа С. Они диссоциируют один к одному. Переписывая тогда константы равновесия, у нас получается следующее – альфа квадрат С делена на единица минус альфа. Это у вас было на первом курсе, и, по-моему, даже вы рисовали график зависимости степени диссоциации от концентрации. Альфа от С. Можно проследить, что если у нас С стремится к нулю, то альфа будет примерно равно единице. Значит, во-первых, если С к нулю, понятно, что у нас числитель стремится к нулю, а значит, знаменатель тоже должен стремиться к нулю. Значит, альфа стремится к единице. То есть альфа слабо отличается от единицы, альфа квадрат можно заменить на единицу, получается, что альфа примерно единица минус С делена на КА. Это такая линейная зависимость в начале. В конце, когда С велико, альфа у нас примерно будет равно. Понятно, что у нас С стремится к бесконечности, то есть числитель должен оставаться конечной величиной. Значит, альфа должно стремиться к нулю. По какому закону? По закону единица на корень из концентрации. То есть корень из КА делена на С. То есть в конце гипербола с показателем минус одна вторая. Ну, по середке между ними какой-то переходный период. Квадратное уравнение я решать не буду. Вот в идеале получается такая ситуация. Так вы должны понимать, что на самом деле вот такой в простейшем виде закон разбавления островля у него есть свои ограничения. Естественно, ограничения связаны в первую очередь с водными растворами слабых кислот и оснований. Это связано с тем, что при большом разведении у нас концентрация протонов, пришедших из диссоциации, может стать сравнимой или даже меньше, чем количество протонов, пришедших из кислотной диссоциации воды. То есть сама вода вам будет давать больше протонов, чем то, что вы туда добавили в эту систему. Диссоциация воды приводит к появлению дополнительных протонов, ну или гидроксилов, в случае, если у вас слабое основание. Это означает, что у вас сдвигается равновесие по вот этой реакции в левую сторону, то есть в сторону не диссоциировавших реагентов. Значит, степень ассоциации в целом должна быть ниже. Ну, насколько ниже, я считать не буду, это семинарская задача. То есть реальный график, он проседает на самом деле. Реальный график проседает. Другие отклонения от закона разбавления острова льда связаны с большими концентрациями. Это у нас следующая лекция, а именно не идеальные растворы. Ну, я сразу скажу, что там наблюдается такая ситуация, чтобы как бы все в одном месте было. Значит, это у нас случай, давайте, А, разбавленные растворы, растворы кислот или оснований, ну, понятно, слабых кислот или слабых оснований. Второй случай это концентрированные растворы. Я без вывода просто скажу некий факт, который, ну, мы разберем на следующей лекции, когда и если к ней успеем перейти. Я снова нарисую классического Оствальда. Вот такой график. В теории электроэлектрической диссоциации, она и носит название там, Дибая Хюкеля, мы ее еще будем разбирать, можете пока не записывать. Показано, что степень диссоциации сначала превышает Оствальдовскую, идеальную, а потом, наоборот, становится меньше. То есть график, на самом деле, вот такой. Это с учетом неидеальности раствора. Концентрированные растворы это случай B. Концентрированные растворы, то есть неидеальные. Ну, если два эти случая объединить, то там получится какая-то результирующая картинка. следующего вида, альфа С. Рисуем, я уже пунктиром нарисую классического Оствальда. В результате получится, что в пределе маленькой концентрации у нас будет число меньше единицы, предельное. Ну, а здесь какое-то такое пересечение. Может быть, пересечение в одной точке, может быть, в двух точках, в зависимости от слабости самого вещества, от слабости кислоты или основания. Если оно достаточно слабое, то просит по первому механизму, будет очень сильный и может точек пересечения не быть вообще. Если же она не очень слабая, средняя какая-то, средней силой или даже просто сильная, то точек будет две или даже только одна. Вот. В общем виде вот так. Это общий вид. Общий вид отклонения от закона разбавления оствольдом. А? Ну да, я буду говорить только про кислоты, потому что для основания в принципе все абсолютно симметрично. Как переходить от кислот к основанию, понятно, просто заменяем ПКА на ПКБ. Все утверждения остаются справедливыми и в том случае. Так, это то, что касается оствольда. И у нас последний пункт из второй лекции. Это кислотно-основанный протолиз и буферные растворы. Куда бы написать? Давайте вот рассмотрим. Буферные растворы. Кислотно-основанные протолизы и буферные растворы. Значит, в принципе, в принципе, как вы видите, у нас есть, если есть некий водный раствор кислоты или основания, в принципе, для любого вещества, любой силы есть какая-то своя константа диссоциации или константа нестойкости еще может быть введена. Понятно, что есть непрерывный ряд сил и кислот. И вообще говоря, то, что мы говорим сильная кислота или слабая, это условность. То есть мы просто назвали некий диапазон ПК пусть будет там сильной кислоты, некий диапазон средней кислоты, некий диапазон слабой кислоты. Поэтому с точки зрения физхимии разницы принципиальной, фундаментальной между ними нет. Однако вот аналитики или там органики, биохимики, ну и в целом химики, они привыкли разделять вот кислоты на сильные средние и слабые. В соответствии с этим, когда готовят буферный раствор, я чуть позже скажу, что это, но вы так, в принципе, можете знать уже, говорят, что этот буферный раствор готовят именно из слабых кислот и оснований, ну в смесях с солями соответствующими. Однако с точки зрения физхимии принципиальной разницы нету, поэтому если вы будете давать определение буферного раствора с точки зрения физхимии, то вы просто должны сказать, что буферный раствор это есть смесь кислоты и ее соли, либо основания и ее соли, без утверждения, что это слабая кислота и слабое основание. Однако аналитики вас поправят, скажут, что это должно быть именно слабая кислота и слабое основание. Как говорить, в принципе, мы принимаем любое определение. Ну, аналитики понятно почему, потому что на самом деле на практике мало кто работает с буферными растворами, которые состоят только на 100% из соляной кислоты, например. То есть берут некий раствор, который сохраняет, имеет свойство, собственно, само назначение буферного раствора, это сохранять PH в некотором диапазоне изменения условий существования этого раствора. Диапазон изменения, какие могут быть изменены параметры? во-первых, температура, во-вторых, может быть добавлено какое-то новое вещество, может изменено быть давление и так далее. То есть мы меняем внешние условия, а буфер оставляет нам PH неизменным, ну, или почти неизменным. Так, значит, как готовят, приготавливают этот буферный раствор? Ну, как я уже сказал, это смесь кислоты и ее соли. Значит, да, на практике вообще буферные растворы на основе слабых оснований не получили распространения. Почему? Потому что, как вы знаете, если переходить от кислот к основаниям, то вместо ПКа мы должны писать константу гидролиза для диссоциации, да, для якобы диссоциации. Константа гидролиза. Константа гидролиза связана с константой кислотности через константу автопротолиза воды, которая, в свою очередь, сильно зависит от температуры. Потому что дельта H, я уже стер, дельта H воды это 56 кГц на моль. То есть там коэффициент в уравнении Вангофа довольно значительный. А это означает, что буферные растворы, PH, буферных растворов, приготовленных на основе слабых оснований, сильно зависят от температуры. Значит, они очень чувствительны к температурным условиям. Поэтому на практике они не получили распространения, делают в основном буферы на основе слабых кислот и их солей. Вот мы его и рассмотрим. Значит, это у нас пункт номер 8. Буферные растворы. Значит, ну, я имею в системе, ну, допустим, я буду рассматривать самый простой случай. У меня одноосновная кислота, у меня соль этой кислоты с одновалентным ионом, получается М1 А. Я считаю, что у меня соль диссоциирует полностью, то есть, никакие комплексы там не образуются. М1 плюс. Почему М1 и почему сейчас не будет М2, будет понятно дальше. А минус. Во-вторых, у меня есть сама слабая кислота. Ну, и у меня есть вода. То есть, у меня есть два. Да, я считаю, что у меня добавленная соль диссоциировала полностью и необратимо. Вот, все диссоциировало и все. Это будет упрощать запись, но на самом деле, вообще, в принципе, вот в учебниках химии, физической химии, вообще 99% учебников солями называют именно такие соединения. Хотя, есть исключения. Не полностью диссоциирующие в водных растворах соли. Значит, давайте, здесь будет концентрация С1, здесь будет концентрация С2. Как нам описать эту систему? Ну, очевидно, записать равновесие, да, здесь константа КВ. Очевидно, записать константы равновесия по тем равновесиям, которые реализованы, записать условия электронейтральности, записать матбаланс. Значит, равновесие у нас два, здесь у нас КА, значит, КА у нас будет равно H+, на А- на HA, КВ H+, на OH-. Константа авторопротолиза для воды, обращаю внимание, не содержит в себе концентрацию воды. Почему? Потому что вода сама в себе не является идеально разбавленным раствором. Воды H2O, то есть соединение H2O в дистиллированной воде почти 100%. То есть это неразбавленный раствор. Поэтому когда мы пишем вот эту константу, мы помним про асимметрию стандартных условий выбранных для растворителя и растворенного вещества. Для растворителя мы принимаем такие стандартные условия, чтобы активность была равна единице, поэтому здесь мы делим на единицу как бы. Ну а активность для растворенного вещества принимается равной концентрации, деленной на 1 моль на литр. Так. Электронейтральность, матбаланс. Значит, матбаланс выглядит следующим образом. У нас полная концентрация наших кислотных остатков C1 плюс C2 и они существуют в двух видах. В диссоциированном и недиссоциированном. То есть это А минус плюс H1. И электронейтральность. У нас суммарный заряд единицы объема раствора должен быть равен нулю. У нас все ионы однозарядные. Катионов два вида, анионов два вида. Значит, суммарная концентрация катионов должна быть равна суммарной концентрации анионов. То есть концентрация М1 я сразу знаю, что это просто C1 поскольку ну я по предположению у меня катион М1 не гидролизуется, то есть никак ни с чем не взаимодействует. Значит, получается C1 плюс H плюс должен быть равен А минус плюс OH минус. Вот, в принципе, полная система уравнений, которая позволяет не рассчитать по H такой системы такого буферного раствора. Вы все знаете приближенную формулу еще с первого курса, наверное, приближенную формулу, которая позволяет это дело посчитать. Как она выводится? Это называется уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Выводится она очень простым способом. Самый короткий способ следующий. Предполагаем, что степень диссоциации по кислоте гораздо меньше единицы. То есть кислота у нас достаточно слабая, либо ее достаточно много. На практике, собственно, буферный раствор делают как раз высокой концентрации. Вот, это означает, что мы можем воспользоваться только одним уравнением здесь, вот этим. Просто сказать, что у меня КА приближенно равно H плюс. Концентрация тогда, если у меня степень ассоциации мала, это означает, что кислотные остатки у меня возникают в системе только от соли. А соль у меня С1. Я пишу сюда С1. Ну, а кислота у меня почти не диссоциирована, значит, концентрация не диссоциировавшей формы почти С2. И все. Получается, что PH PH равен, примерно равен ПКА плюс десятичный логарифм отношения концентрации соли к концентрации кислоты. Это уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Какие у него границы применимости? Конечно же, нам нужно знать границы применимости, когда можно применять в таком виде, оценивать PH-буферного раствора, когда нельзя. Казалось бы, мне придется для оценки границ применимости, мне придется все-таки вернуться к этой исходной системе и начать ее решать. Неохота мне это делать, поэтому есть стандартный способ определения границ применимости в данном случае. Это метод малого параметра. Что это означает? Это означает, что я беру за базовое уравнение вот это, я только его пишу, сейчас перепишу чуть в другом виде, T1H+, делено на C2KA. В рамках нулевого приближения это должно быть равно единице. А я теперь хочу найти отклонение от уравнения Гендерсона-Гассельбаха. Поэтому я говорю, что это число почти единица минус маленький х, где х гораздо меньше единицы. И моя задача найти выражение для этого х. Я не буду проводить все выкладки, просто так скажу, какой здесь сценарий. Значит, во-первых, исключаем, поскольку нам нужно будет подставлять в последнее уравнение концентрацию кислотных остатков, я буду ее исключать. Я найду концентрацию кислотных остатков из третьей строки, а для того, чтобы исключить концентрацию недиссоциированной кислоты, я ее выражу при помощи первой строчки. Ну, вторая строчка, понятно, нужна только для получения концентрации гидроксилов. После всех математических преобразований и, помня, что х гораздо меньше единицы, для х получается следующее выражение. Я его перепишу из паргалки. Он там довольно громоздкий, но из него будет легко видно быть границ применимости. так, плюс то же самое, плюс c1 квадрат ка c1 плюс c2. Вот такая штука. Значит, какие здесь получаются границы применимости? Во-первых, мы видим, что если мы хотим приготовить некий буферный раствор с заданным PH, нам нужно по-хорошему взять какое-то фиксированное соотношение концентрации соли и кислоты. А? Да. Чего? Нет, все нормально. У нас, мы же помним, что мы выбрали стандартные условия таким образом, что у нас константы равновесия стали размерными, то есть они как бы сами по себе безразмерные умножились на концентрацию 1 моль на литр в нужной степени. То есть у меня КВ имеет размерность моль на литр в квадрате, а К имеет размерность моль на литр. И все нормально тут получается. Понятно, да? То есть там надо просто держать в голове, что там всегда эта константа умножена на 1 моль на литр в нужной степени. В силу выбора стандартных условий растворенного вещества. Так, значит, возвращаясь к границам применимости, значит, видим, что у нас для приготовления буфера с требуемым PH нужно брать концентрацию соли и кислоты в каком-то соотношении. То есть у нас C1, C2 вообще говоря фиксировано. То есть это отношение нам задано тем, какой PH мы хотим получить. А вот вот это третье слагаемое, оно, как видим, растет с ростом концентрации моего буфера. Потому что здесь в числителе C в квадрате концентрация в квадрате обзнаменатель всего лишь в первой степени. Это означает, что Гендерсон-Гассельвах применим только для концентрированных буферных растворов. А именно для таких, когда C1 в квадрате на C1 плюс C2 гораздо больше, чем Ка, той кислоты, которая используется. И это есть условие применимости исходного уравнения Гендерсона-Гассельваха. Если же у вас это дело не выполняется, то у вас есть уже выведенная, или вы сами можете вывести поправку первого порядка малости. Если хотите, то аналогичным образом выводится поправка второго порядка малости и так далее. Какое характерное значение вот этой вот величины Х? Ну, вообще даже не Х самого, а вот ПАШ. То есть, если мы выпишем ПАШ вот из первой строчки вот отсюда, ПАШ у нас будет равен ПК плюс десятичный логарифм C1, C2 минус десятичный логарифм единица минус Х. Минус, ну, напишем, единица минус Х. Десятичный логарифм я могу расписать как отношение натуральных логарифмов единицы минус Х и натурального логарифма десяти. Натуральный логарифм единица минус Х это есть не что иное как минус Х, поэтому вся вот эта добавка это есть не что иное как с плюсом с плюсом Х деленное на натуральный логарифм десяти. То есть фактически Х, если его умножить на натуральный логарифм десяти, это есть поправка по ПАШу. То есть мы видим, что уравнение Гендерсона Гассельбаха нам занижает наш ПАШ. Занижает нашу оценку для ПАШа. Ну, обычно мы имеем дело с буферными растворами, в которых ПК примерно четверка. Концентрация, характерная концентрация, например, там сантимолярный какой-нибудь раствор, то есть С примерно 0,01 моль на литр, что С1, что С2. Если подставить, посчитать этот Х, то окажется, что дельта ПАШ, то есть ошибка по ПАШу, всего лишь во втором знаке. То есть для таких распространенных условий нам не нужно делать какие-то малярные растворы очень концентрированные, даже в таком разбавленном достаточно состоянии, сантимолярный раствор, у нас ошибка по ПАШу уже во втором знаке. То есть нам хорошо, у нас ПАШ-метры на самом деле меряют только до первого знака точность, потому что все остальное съедает колебания температуры. Они обычно не очень четко фиксированы. Вот, поэтому уровень Гендерсона-Гасальбаха в принципе можно пользоваться, не забывая только, что должно выполняться это условие применимости. Так, это то, что касается Гендерсона-Гасальбаха. И последнее, последний пункт, последний пункт, это то самое свойство сохранять ПАШ. Свойство сохранять ПАШ для буферных растворов. Как его можно количественно посчитать? Для этого вводят специальную величину, которая называется буферной емкостью. Что это такое? Для нее, опять-таки, есть несколько определений. В целом, буферная емкость характеризует изменение ПАШ при изменении концентрации добавленного сильного основания, то есть щелочи, либо сильной кислоты, если у вас противоположно буфер приготовлен на основе слабого основания. То есть вы к вашему буферу, вот, например, в нашем случае, соль и слабая кислота, мы будем добавлять щелочь в какой-то концентрации. Поэтому сюда, вообще говоря, я не буду переписывать. Я должен буду написать еще одну реакцию. И теперь понятно, почему там было М1. М2УН. М2 плюс, плюс УН минус. То есть у меня добавится в системе еще одна, еще один компонент, пусть его концентрация будет С. И вот буферная емкость по определению есть разное обозначение, но мы привыкли обозначать буквой Бета. Буферная емкость это есть изменение, то количество щелочи, которое нужно добавить, чтобы изменить PH на единицу. В случае, если мы хотим дифференциальную буферную емкость, это будет производная DC по ДПХ. Есть интегральная буферная емкость, это Дельта С на Дельта ПХ. Дельта ПХ иногда берут единицу, иногда берут 0,1, то есть на 1,10. Мне интересна именно дифференциальная буферная емкость, потому что сейчас можно будет для нее выражение получить. Ну давайте посчитаем, что у нас изменится вот в этих уравнениях. Понятно, что условия равновесия не поменяются, то есть константы останутся теми же самыми. Матбаланс тоже не поменяется, потому что у нас в добавленной реакции нет кислотных остатков. Поменяется, естественно, только электронейтральность. Каким образом? Добавится новый катион, а значит, будет появиться новое слагаемое в левой части. Поэтому уравнение у меня получится следующим. С будет равно А минус плюс OH минус H плюс минус C1. Минус C1. Опять проделывая все те вычисления, которые я опустил при выводе первого приближения Гендерсона-Гассельбаха, я сейчас напишу, чему равно вот это С. перепишу со шпаргалки. Получится КВ деленное на концентрацию H плюсов минус концентрация H плюсов плюс вот такая дробь. КА на С2 минус H плюс на С1 деленное на КА плюс H плюс. Вот такая величина С получилась. Если я теперь ее продифференцирую по PH, я получу буферную емкость. PH мы помним, что это минус десятичный логарифм. Ну, поскольку мы еще не имеем дела с реальными растворами, с неидеальными, PH это просто минус десятичный логарифм концентрации. В общем случае это все-таки активность. Активность это следующая лекция. Значит, DC по DPH я могу переписать следующим образом. Это минус натуральный логарифм десяти на концентрацию H плюсов DC по D концентрация H плюсов. То есть я просто PH расписал по определению и подставил в дифференциал. Дифференциал от логарифма концентрации это есть дифференциал концентрации деленный на саму концентрацию. Чего? Ну, давайте поподробнее. так DC D минус десятичный логарифм. Десятичный логарифм расписываю как натуральный логарифм концентрации H плюсов делена на натуральный логарифм 10. Так натуральный логарифм 10 с минусом идет в числитель. Так, давайте как-то отделим. Равно минус натуральный логарифм 10 умножить DC по D логарифм H плюс D логарифм H плюс это D H плюс деленный на H плюс DC деленный на D H плюс деленный на H плюс H плюс тоже идет в числитель. Получается минус логарифм 10 умноженный на концентрацию H плюс и умноженный на DC по D концентрация H плюс А. Понятно? Ну, думаю, понятно. Тут еще сложного нет. Дифференцируем это дело по концентрации H плюсов. Я опять перепишу со шпаргалки, опуская математические выкладки. Получается следующая штука. Получается, что β равно логарифм 10 идти на скобку. На самом деле это лучше даже на новой доске написать. Сейчас мы под этим уровнем сейчас картинки будем рисовать. А, звонок уже был? Это вторая половина началась. Это все, вторая лекция продолжается. Значит, β равно натуральный логарифм 10 КВ на H плюс плюс H плюс плюс дробь. Здесь получается дробь следующая КА С1 плюс С2 H плюс деленная на H плюс плюс КА. квадрат. Вот такая штука получилась. То есть, видим, что буферная емкость зависит от PH. И, естественно, возникает вопрос, а при каких PH-ах эта буферная емкость максимальна? Максимальная буферная емкость означает, что если мы даже много добавляем концентрацию вот этого щелочи, то PH у нас будет меняться незначительно. То есть, нам важна ситуация, когда буферная емкость достигает своего максимума. Давайте порисуем графики зависимости буферной емкости от H+. Здесь видно два слагаемых. Первая слагаемая, естественно, от свойств самого буфера не зависит. Здесь только свойства растворителя. График вот этой вот первых двух слагаемых по горизонтали концентрации H+. Ну, узнаем, какой это вот такая вот галочка. Имеет минимум. Почему? Потому что у нас складывается монотонно убывающая слагаемая и монотонно возрастающая. Получается вот такая галочка. График же последнего слагаемого, там, где, собственно, содержатся все свойства буфера. Я не подписываю вертикальные линии, понятно, что это слагаемое и это слагаемое. То есть фигурные скобки это есть подпись к вертикальной оси. Здесь концентрация H+. Понятно, что если концентрация H+, равна нулю, то мы начинаем с нуля. Если она достаточно велика, то мы закачиваем тоже в нуле. То есть это некий вот такой максимум. Естественно, если мы сложим эти два графика, мы получим вот, я вот этот модифицирую, вы можете третий у себя внизу там нарисовать. Вот если я наложу эти два слагаемых и нарисую сумму, у меня сумма получится следующая. Вот такая штука. И поскольку у меня по горизонтали H+, я хочу нарисовать зависимость от PH, PH это минус десятичный логарифм, в принципе монотонное преобразование. График на самом деле будет выглядеть точно так же. Зря я стоил правильно доски стираю, ну ладно. Значит, я сейчас нарисую суммарный график еще раз и в правильных координатах. Значит, по вертикали я буду откладывать B2, буферную емкость. по горизонтали PH и график будет иметь следующий вид. Вот такой. Вот эта правая ветка, она будет начинать рост в очень больших PH, которые на самом деле никто на практике не получает. Это там за 15 где-то начнется эта правая ветка. Поэтому здесь на самом деле есть вот маленький минимум и есть высокий максимум. Высокий максимум обусловлен именно вторым слагаемым. Мы видим. Как же нам посчитать, в каких ПАШах достигается этот максимум? Ну, казалось бы, можно брать производную. Производную брать неохота почему? Потому что будут мешаться вот эти первые слагаемые. Они тоже будут давать свой вклад. Как от них избавиться? Очень просто. Надо вспомнить, что буферы готовят достаточно концентрированными. А у нас первое слагаемое от концентрации вообще не зависит. А второе ему пропорционально. концентрация настолько велика, что первым слагаемым вообще можно пренебречь. И высота максимума определяется только вот этой дробью. От нее уже легко и удобно брать производную. Взяв производную, мы можем увидеть, что максимум достигается в концентрации H+, равной просто КА. То есть в буферном растворе максимум буферной емкости достигается при ПАШах приблизительно равных ПК. Приблизительно ровно в той мере, в которой у вас буфер является концентрированным. Ну, на практике вы можете тоже тем же самым способом малых возмущений посчитать отклонение положения максимума от ПК. ПК. Ну, я этого делать уже не буду. Там порядки вот эти вот порядки малости абсолютно те же самые, что в гендерационной Гассельбайке. То есть отклонение ПАШа в максимуме от ПК это второй знак после запятой в ПАШе. На практике, естественно, это нечувствительно, поэтому можно считать, что максимум достигается просто в ПК. Вот. Поэтому правила приготовления хорошего буфера таковы, что вы должны готовить достаточно концентрированный буфер, во-первых, а во-вторых использовать его при ПАШах равным ПК того соединения, которое взято за основу этого буфера. То есть это либо слабая кислота, либо слабое основание. Так. Это все, что касается буферных растворов. Более подробно они будут рассмотрены на семинарах и на практику. Кривые тетрования, наверное, рассматривать уже не буду. Кривые тетрования построение кривых тетрований это, во-первых, есть в опять-таки семинарской программе и будет подробно на практику изложено, поэтому построение кривых тетрований давайте опустим и перейдем к следующей лекции. Так, график нарисовали, да, я могу стирать? Следующая лекция это будет лекция номер три. Реальные растворы. Реальные в смысле не идеальные, а не в смысле четкие. Реальные растворы. Можно такой подзаголовок активность. Значит, я напомню начало предыдущей лекции мы определяли идеальными растворами такие растворы, в которых там было три определения, да, ну, в целом, в которых можно пренебречь взаимодействием молекул растворенного вещества друг с другом. Они полностью гидротированы, максимально взаимодействуют с растворителем, а вот друг с другом вообще не взаимодействуют. И мы показали, что вот методами там стат термодинамики, что это эквивалентно свойству зависимости химического потенциала от мольной доли компонента в растворе. То для идеальных растворов у нас химпотенциал зависел известным образом. Это было миноль плюс рт логарифм мольная доля компонента в растворе. Естественно, с точки зрения физического определения реальным раствором, то есть не идеальным раствором, будет правильно называть растворы, в которых нельзя пренебречь взаимодействием молекул растворенного вещества друг с другом. С точки зрения физико-химического определения реальным раствором называются те растворы, в которых вот это равенство не выполняется. А какое выполняется? Тут надо вспомнить физический смысл химпотенциала. Химпотенциал, как вы помните, это та энергия, которую приобретает система при добавлении в нее одной частицы данного типа. Если у нас частицы не взаимодействуют друг с другом, то добавление такой частицы в эту систему будет приводить к увеличению энергии вот настолько. На каждую частицу будет система получать ровно столько энергии. Если же у нас частицы взаимодействуют друг с другом, то естественно система будет получать либо больше энергии, либо меньше относительно того, что она получала в идеальном случае. Поэтому мы формально можем сохранить здесь равенство, но нужно добавить слагаемое, описывающее вот эту вот невязку, добавку по энергии, которая возникает из-за взаимодействия. Я ее обозначу дельтамю. Дельтамю. Дельтамю зависит от всего. От температуры, давления, концентрации всех типов, причем частиц, от всего зависит. Это свойство взаимодействия. То есть у нас определяется, величина этой добавки определяется взаимодействием частиц друг с другом. На практике никто не работает с вот этой дельтамю добавочной энергии. Ее переписывают следующим образом. Ее переписывают как по аналогии вот со вторым слагаемым, как РТ логарифм новой функции, то есть дельтамю была старая функция. Мы ее можем перечислить в новую функцию, которая будет обозначаться буквой гамма. Она уже имеет свое специальное название и она тоже зависит только от П, от давления, температуры, концентрации, от всего тоже зависит. Зачем так делают? Смотрите, как тут все получается. Стандартный химпотенциал. Я РТ могу вынести за скобку, логарифм могу вынести за скобку. У меня внутри в скобке остается гамма на х. Вот эту гамму на х и называют активностью. Активность. А коэффициент гамма, он безразмерный по построению, называют коэффициентом активности. Гамма коэффициент активности. То есть можно выписать следующее определение. Активность обозначается буквой А. Она по определению равна Е в степени химпотенциал реального раствора минус стандартный химпотенциал деленный на РТ. Коэффициент активности соответственно Е в степени химпотенциал реального раствора минус химпотенциал идеального раствора идеальное нестандартный деленный на РТ. Это определение активности и коэффициента активности для идеально разбавленных растворов и либо совершенных растворов. Если мы помним, что мы можем и на практике так происходит, что мы выбираем стандартные условия асимметрично по отношению к растворителю растворенному веществу, у нас мольные доли превращаются в концентрации, поэтому на самом деле здесь возникает другой стандартный химпотенциал и вместо х мы должны писать малярную концентрацию С. тогда здесь возникнет не гамма Х, а гамма С. Поэтому иногда активность определяют как Е в степени, то есть определение то же самое, только здесь будет другой стандартный химпотенциал. И активность будет связана с коэффициентом активности через гамма С уже. Гамма С. И активность приобретет размерность. Она станет равной размерности концентрации, то есть моль на литр, например. Мы будем работать с коэффициентом активности. Почему? Потому что помним, что выбор стандартных условий, что в идеально разбавленных или в совершенных, или просто в идеальных растворах, это просто перекидывание слагаемого отсюда сюда. Там был РТ, логарифм малярного объема растворителя. Эта операция никак не затрагивает добавочную энергию. То есть гамма, коэффициент активности, он имеет абсолютный смысл. Это есть величина, которая характеризует силу взаимодействия частиц расстроенного вещества друг с другом. И не зависит от стандартных условий, от выбора стандартных условий. Поэтому мы будем сейчас вычислять именно коэффициенты активности. Еще раз, вот это вот все в квадратной, надквадратной этой самой, это не идеальная. получается мю минус мю идеальная деленная на рт. Так, вот мы будем вычислять коэффициенты активности именно. А как их переводить в активности, это уже вопрос выбора стандартных условий. В зависимости от того, как вы их выбрали, так такая будет активность. Как можно вычислить коэффициент активности? Ну, понятно, что неидеальность раствора, она определяется силой и типом взаимодействия в этом растворе. Они могут быть самыми разными. Например, растворы сахарозы тоже проявляют активность, например. Понятно, что у нас молекула сахара она не заряженная, поэтому взаимодействие молекул сахара друг с другом это есть просто вандервальсово отталкивание. Если у нас есть отталкивание, добавка по энергии у нас положительная, дельтами положительная, а значит коэффициент гамма, коэффициент активности больше единицы. Ну, действительно, опыт подтверждает, что коэффициент активности сахарозы в водных растворах больше единицы. Это один тип взаимодействия. Но там вандервальцев взаимодействие нужно знать структуру этой длинной молекулы, неохота считать. Поэтому мы рассмотрим более простой случай, а именно электролитическую, теория электролитической диссоциации в неидеальных растворах. Она носит имя Дебая-Хюкеля. Значит, это будет, это был первый пункт с определениями, теперь второй пункт теория Дебая-Хюкеля. Теория Дебая-Хюкеля. Теория Дебая-Хюкеля рассматривает растворы, в которых вся неидеальность вызвана только электростатическим взаимодействием ионов друг с другом. Она рассматривает растворы электролитов, растворы, содержащие заряженные частицы, ионы. Ну, давайте посмотрим сначала в общем виде, как может зависеть коэффициент активности от концентрации этого раствора, от концентрации электролита. В случае номер А, если у нас достаточно разбавлен раствор, допустим, мы возьмем какой-то катиончик. Какой-то катиончик. Понятно, что другие катионы от него стремятся отойти подальше, потому что они отталкиваются по закону Кулона. А противоположно-заряженные ионы, анионы, они стремятся к нему подойти поближе. То есть анионы будут группироваться вокруг этого катиона, однако не будут естественно падать на него совсем с рекомбинацией этих двух ионов. Почему? Потому что у нас возникнет равновесие. Вот я его с этой стороны нарисую. С одной стороны этот анион притягивается к центральному катиону, с другой стороны по мере того, как сжимает вот это кольцо из анионов, возникает сильное отталкивание взаимное между анионами. И в некоторый момент эта вся система приходит в равновесие. Когда система пришла в равновесие, вот это вот облако из противоионов вокруг данного иона, он может быть и как катионом, так и анионом сам по себе, называется ионной атмосферой. Здесь вот этот случай А это разбавленные растворы. Я не помню, сказал, не сказал. Разбавленный раствор. Мы будем рассматривать три случая. Разбавленный, средний и концентрированный раствор. Разбавленный раствор вокруг каждого из ионов возникает ионная атмосфера, состоящая в основном из противоионов. Почему в основном? Потому что, понятно, вообще на бесконечность другие катионовы отойти не могут. У них все-таки есть какая-то тепловая энергия КТ, которая им нарушает этот вот отход. Так, поскольку здесь мы можем считать, например, если у нас достаточно разбавленный раствор, мы можем считать, в принципе, что у нас вокруг данного катиона содержится только, только, то есть мы пренебрежем концентрации катионов, содержатся только анионы. Это означает, что сам этот катион испытывает притяжение со стороны окружающих его анионов. Если у нас притяжение, значит, преобладает притяжение. Притяжение, помним, что это из механики, что это отрицательная потенциальная энергия, а это означает, что добавка по энергии гипса, а значит, и по химпотенциалу дельта мю, вызванная взаимодействием, а именно притяжением, она отрицательная, а значит, гамма меньше единицы. Логарифм гамма меньше нуля. Вторая ситуация, когда у нас средний раствор, раствор средней концентрации. Понятно, что вот такие, при увеличении концентрации, такие, вот, ионы, окруженные своими ионными атмосферами, они будут постепенно приближаться друг к другу, то есть среднее расстояние между ними начнет падать. У нас возникнет такая ситуация, когда у нас есть набор этих катионов, это три штуки нарисую, понятно, вокруг каждого из них есть своя ионная атмосфера, я ее пунктирчиком нарисую, и по мере того, как сокращается расстояние между катионами, начинают пересекаться эти ионные атмосферы, а они состоят в свою очередь из анионов. Значит, получается, что эти анионы начинают друг от друга отталкиваться, поскольку они пришли первыми во взаимодействие, они друг от друга отталкиваются, это означает, что по отношению вот к этой добавке, к притяжению катионов центральных к своим ионным атмосферам будет добавляться уже положительная добавка, поскольку это отталкивание, отталкивание ионных атмосфер. Значит, здесь дополнительная добавка отталкивания ионных атмосфер. Это означает, что дельта мю будет менять знак. По мере того, как сокращается это расстояние, у нас положительная добавка в конце концов перебьет отрицательно, поскольку отталкивание может расти неограничено, а вот притяжения вообще говоря нет. Значит, дельта мю меняет знак. Дельта мю меняет знак. То есть гамма проходит через единицу снова. Ну, наконец, третья ситуация, когда у нас уже концентрированный раствор. Там уже ионные атмосферы пересекаются сильно, включается взаимодействие уже центральных катионов друг с другом. Они начинают отталкиваться друг от друга, значит, добавка положительная еще больше возрастает. Это приводит к тому, концентрированный раствор. Это приводит к тому, что дельта мю становится положительного знака, а гамма становится больше единицы. Но я нарисую сильное пересечение ионных атмосфер. Вот они сильно пересекаются. То есть и ионные атмосферы друг от друга отталкиваются, и катионы отталкиваются друг от друга, но все еще у нас есть отрицательная добавка притяжения катионов и их ионных атмосфер. Здесь у нас преобладает преобладает отталкивание дельта мю положительное, значит, поскольку для отталкивания у нас потенциальная энергия положительная. То есть если я буду добавлять в эту систему новую частицу, то у меня система еще сильнее начнет отталкиваться внутри себя. Значит, гамма становится больше единицы. Поэтому мы можем нарисовать график тематично еще до записи всех уравнений. График зависимости я буду рисовать логарифм гаммы, поскольку она имеет смысл физически. Логарифм гаммы, да, это добавочная энергия нормированная на РТ от вот этой концентрации электролита. На самом деле здесь поставьте звездочку, это на самом деле не совсем концентрация. Сейчас мы так качественно нарисуем график, а потом нарисуем точный график с правильной горизонтальной координатой. Пока это просто концентрация. Стартуем мы из логарифма гаммы равным нулю. Это идеальный раствор, идеально разбавленный. Вначале в низких концентрациях у нас логарифм гамма отрицательный. Он стартует из нуля под каким-то наклоном, потом начинает повышаться. Это средние растворы будут. И в конце, когда мы придем к концентрированным растворам, он начнет выйдет на рост. Причем, если у нас нет ограничений по растворимости, этот рост может привести даже к тому, что мы пересечем горизонтальную ось и гамма станет больше единицы, а логарифм гамма станет больше нуля. То есть, в растворах электролитов мы ожидаем именно такой результат. Именно такой результат в зависимости логарифма коэффициента активности от концентрации электролита. Теория Дебая-Хюкеля выделяет три области. Они называются первое, второе и третье приближения Дебая-Хюкеля. Первое приближение начальная область, то есть, разбавленные растворы. Второе приближение это средние растворы, растворы средней концентрации. И третье приближение, если не выделять все последующие, это все остальное. Иногда выделяют отдельно третье приближение, четвертое, пятое, шестое и так далее. Как получают они номера, станет ясно в дальнейшем. Мы будем здесь называть третьим приближением все, что состоит в правой части здесь. То есть достаточно концентрированные растворы. Какие здесь границы по концентрации? Где именно стоит проводить вот эти вот вертикальные пунктирные линии по приближениям? В абсолютном большинстве учебников даны сразу конкретные числа. Я их напишу на доске, а потом скажу, что это все неправда. 0,01 моль на литр, 0,1 моль на литр. Третье приближение уже там от 1 моль на литр и дальше. А теперь почему это неправда? На самом деле граница применимости теории Деба-Хюкеля, это будет видно из дальнейших уравнений, зависит от размеров взаимодействующих ионов. От их собственных размеров, не гидротированных, а именно собственных размеров. То есть того недоступного объема, куда не может проникнуть растворитель. И оказывается, что чем больше у нас йон, тем сильнее эта граница сдвигается в правую область. На самом деле граница применимости по вот этой концентрации со звездочкой, она потом превратится в йонную силу, я сразу так скажу. Вот эта вот граница применимости, она пропорциональна квадрату размера этого йона. Например, вот у вас в следующем семестре будет практику по кинетике, там исследуется реакция с участием фенолфталина. Фенолфталин достаточно большая молекула, и оказывается, что для него вот это второе приближение дебо-фюкеля справедливо в концентрациях порядка 1-2 моль на литр. То есть это явно далеко за вот этой границей. А второе приближение все еще работает. Именно потому, что это крупная, огромная молекула. Так, значит, это что касается границ применимости. А, нет, это потом, про заряд это я потом скажу. Здесь речь, что пока мы ничего не знаем про заряд. Чего? Я уже сказал про сахар. Да, было. Про заряд я скажу чуть позже, когда мы будем рассматривать границы применимости теории дебо-фюкеля. Так, сколько у нас до звонка? Четыре минуты? Ну, давайте, наверное, на вопросы потратим это время. Вопросы есть? А в следующий раз начнем с уравнений. Вот это? Да, то есть вот эта вот закономерность, мы сейчас ее опишем в формулу, вот эту вот в штуку, она будет продолжаться не только до 0,1, но и до 1 моль на литр. То есть она далеко сюда будет. Для фенолфталина это огромная такая распластанная фиговина, извините за выражение. То есть она вот туда пойдет. Но коэффициент активности фенолфталина больше единицы, насколько мне известно, не получали. То есть это, на зубе, такие страшно концентрированные растворы. Фенолфталин, он выпадает в осадок просто. Это странно, он же отталкивает, когда он будет в отталкивание, да? А вот и нет. Вот, то есть там электростатика перевешивает в отрывальцевое отталкивание. Да. Да. Смотрите, мы предположили, что у нас квазизамкнутая система, да? Это означает, что она не совершает работу против внешнего давления. Если бы она совершала, она бы сообщала некую энергию или, наоборот, брала у внешней среды. А такого не происходит. Значит, суммарный объем системы постоянен. То есть между ними, между двумя подсистемами сдвигается просто граница. Вот наша система. Мы разделили на первую подсистему, вторую подсистему. У нас суммарный объем константа, а граница может меняться. У нас станет, например, вот такой, да? То есть у нас граница сдвинулась влево, значит, объем первой части уменьшился, а второй увеличился. Сумма константа v1 плюс v2 константа. То есть dv1 плюс dv2 равно 0. То есть dv2 под dv1 это минус 1. Понятно, да? Так, вопросы еще есть? Да, давайте. Выбором стандартного состояния. Фактически они отличаются на множитель 1 моль на литр в нужной степени. От выбора стандартного состояния, да. То есть если вы работаете с идеальными растворами, то есть когда у вас все компоненты ваши интересующие, ваша система, которая пришла в равновесие, они все представляют собой идеальный раствор, например, вот раствор, достаточно разбавленный раствор слабой кислоты. Все участники h+, a-, и hA, они все являются компонентами каждого своего идеального раствора. Но растворы пришли в равновесие между собой. Тогда мы можем выбирать правильным образом для них стандартные условия, так что констант равновесия будет записан через концентрацию. Вместо мольных долей, вместо вот этих вот активностей. Поскольку у нас была одна концентрация, стало две, то есть у нас концентрация таким образом записана на ней, вообще говоря, размерность, да, моль на литр. Возникает это именно из вот этого множителя. То есть мы там в стандартном химпотенциале перенесли просто RT-логарифм малярного объема растворителя из мольной доли в стандартный химпотенциал. Так, на вопрос я ответил, что-то я так... Какой вопрос был еще раз? В чем разница между к штрих и к в выборе стандартных условий, да. Да. Еще раз, вот я специально сказал, что по вертикали я не подписал. Первый вертикаль – это вот эта скобка. Давайте там, не знаю, какой-нибудь буквой обозначим. Это будет, ну, не x, нехорошо. Давайте y и z. Вот это y, а это z. То есть это первое слагаемое, вот оно по вертикали отложено. А это второе слагаемое, отложено по вертикали. Так, все, вопросов нет? Тогда до следующего раза. Спасибо, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! »